Виталий, приветствую тебя! Следователи советом, или нет, торговать, или нет. Мы с Виталием дважды в неделю актуализируем общий фон и держим вас в курсе. Опять же, если вы хотите что-то сказать нам, есть какой-то фидбэк, пользуйтесь возможностью. Для этого достаточно оставить комментарий на YouTube канале, собственно, под роликом, актуальным роликом с обзором. Ну что, давай тогда, как мы и обещали, подведем итоги очень насыщенной пятницы, потому что эта пятница была прошедшая, точнее, первой пятницы месяца. И в этот день мы анализируем, как и все трейдеры, инвесторы с американским рынком труда, Nonfarm Perks. Очень важный отчет, потому что он является уточняющим для американского регулятора в их решениях касательно монетарной политики. Всех давно интересует вопрос, и мы его тоже с тобой однократно уже обсуждали, когда же ФРС пойдет на вот этот долгожданный шаг по ужесточению политики, сокращение программы количественного смягчения. Сначала ждали конкретики на симпозиуме в Джексон-Холле, ждали, что тогда Пауэлл пролет свет, анонсирует, например, сентябрьское заседание американского регулятора, и там какие-то решения будут приняты. Но симпозиум в Джексон-Холле миновал, и никаких сигналов конкретных не было. Мы тогда стали ориентироваться на Nonfarm и пришли к выводу, что эта статистика опять на вопрос, когда уж. Ну хотя приблизительно, но мы сможем сами продумать. Так вот, я предлагаю демонстрацию и прокомментирую индекс доллара. Пошла демонстрация уже, да? Так, индекс доллара сейчас, друзья, на ваших экранах 92.20. Как и ожидалось, индекс доллара оказался под фундаментальным прессом, поскольку данные по Nonfarm Perls разочаровали. Количество новых рабочих мест ничтожное для американской экономики 235 тысяч. Я даже при самом бессимистичном распаде ожидал, что цифры будут все-таки получше. Но есть то, что есть. Для представителей американского регулятора эта статистика имела очень большое значение, потому что я признаю, что если бы мы увидели отчет, который по характеру цифр был примерно таким же, как два месяца назад, то есть количество новых рабочих мест в районе одного миллиона, я бы, может быть, допустил возможность каких-либо решений Федрезерва по ужесточению политики на заседании, которое состоится 21-22 сентября. Но поскольку данные плохие, и я думаю, что из-за рисков актуальных, связанных с опасениями потребителей американских домохозяйств, вызвали распространение штаммов отельта, эти риски будут дальше бить по статистике, по основным секторам, по настроению потребителей и по экономической активности в целом. И, может быть, заставят нонфармы, вынудят нонфармы быть в таком припученном состоянии вплоть до конца этого года. Поэтому я рад, что мы получили такую статистику, потому что хочется увидеть индекс доллара пониже текущих уровней вообще в идеале бы. Я не уверен, что заберемся до тут, но, будучи настроенным, фундаментально заряженным трейдером на слабость доллара, допускаю, что индекс провалится в районе 90-х пунктов. На сентябрьском заседании я не думаю, что какие-либо решения будут от регулятора по изменению политики, поэтому предлагаю работать с мягким курсом и с идеей фундаментальной слабости доллара. Так, дальше идем. Золото, которое было с целью 1825, эту цель мы сделали. Я даже комментировал, что если статистика разочарует, то сегодня, на сегодняшнем выпуске, у меня будет возможность заговорить о котировках золота примерно в районе 1830 долларов за тройскую лунцию. Но вот мы сейчас чуть-чуть ниже, хотя я смотрю на рыночное настроение, понимаю, как на золото влияет и будет влиять слабости американского доллара. Думаю, что этот рост продолжится. Мне вот эта последняя локальная динамика золота начинает уже напоминать локальную динамику из знака S&P, то есть небольшая коррекция тут же выкупается. Для тех, кто не торговал ранее золотом, я рекомендую смотреть, на поддержку, к примеру, 1815 долларов за тройскую лунцию с стоп-осор на уровне 1805 и целями в районе уже 1840. Так, еще была сделка по нефти. Вот, к сожалению, вот в целом тенденция, которая была озвучена фундаментально, она была вверх. Золото действительно черным выросло, но сделка была у меня покупка с отметки 72.30, вот как у нас долго. Ну, на пробой. Мы с тобой тогда обсуждали работать на пробой этого уровня, там и по лайт, и по бренду одинаковый, такой сильный уровень. В принципе, сделка себя интродэй, скажем, отработала. То есть был пробой уровня, дальше мы не ушли, вернулись ниже уровня. То есть частично она была, а дальше уже, то есть это рынок, то есть он ушел под уровень. Это то же самое, как я ранее говорил о этом индексе китайском, то есть он был выше уровня, я говорил залон, да, то есть он локально шел. Дальше зашел под уровень, я на следующем обзоре говорю, ну, здесь уже шартовый, то есть он валился вниз. Поэтому частично, я считаю, эта сделка отработана. Возможно, среднесрочно, то есть ты ожидал ее среднесрочно, но пока картина меняется, то есть нужно… Ну да, да, согласен. То, что в целом, вот если вернуться все-таки к фундаментальному руслу, возможно, с точки зрения техники, ты видишь уже другие возможности технические там, но я бы все-таки попробовал еще раз присмотреться к этому уровню, где-то 72-30, 72-40. И если будет еще один пробой, то снова попытать удачу в расчете на то, что золото в этот раз все-таки полный… Ну, черный, опять же, прошу прощения, про это, нет, окажется выше. Я считаю, что фонд, который тянется еще с прошлой недели, связанный с последствиями урагана Ида, он имеет место быть, потому что до сих пор нефтяную инфраструктуру полностью не восстановили, я слежу за статистикой, у меня постоянно в Бумберг работают, но вот последние данные 70% воровых еще их работ не восстановлено. А сегодня, кстати, мы видим локальные мощные распродажи на рынке нефти, это реакция на новость о том, что Саубаска Аравия понизила отпускные цены для азиатских партнеров по сентября. Кто-то увидел в этом признаки грядущей очередной ценовой войны. Я думаю, что настолько сильно и негативно смотреть на этот фонд не нужно. Посмотрите на него с другой стороны. То есть если азиатским партнерам будет предоставлена скидка, то, как вы помните, в Азии в последнее время вообще фиксировались низкие показатели потребления, падение импорта из-за ковидной угрозы. Может быть, с учетом скидки, они охотнее будут покупать саудовскую нефть. Поэтому я считаю, что в дисконте для них вообще кроется позитив для всего энергетического рынка, потому что если восстановится спрос до прежних объемов со стороны Китая, то вообще с рынка уйдут все негативные факторы. Поэтому в отношении бренда предлагаю и дальше ставить на восходящее движение, тем более, что эта идея, вот в частности, еще коррелирует с идеей о слабости доллара, который обычно поддерживает рынок нефти. И что касается европейской валюты, была сделка через отложку. Мы, к сожалению, до нее не достигли, не добрались. 1,1760 была отложка. Сейчас котировки 1,1870. Я предлагаю немного ее подтянуть. Это отложный ордер до значения 1,1840 с стоп-возом на уровне 1,1770 и тейк-профитом уже в районе отметки 1,20. Эта неделя, кстати, заседание Европейского Центрального Банка в среду не против, обсудим его подробнее. Но я думаю, что могут быть какие-то намеки на ужесточение денежно-кредитной политики, что в целом должно позитивно сказаться на котировках главного валютного риска. Виталий, слово тебе. Так, включил сейчас в разрешение демонстрацию. Так, ну давайте начнем с... На прошлой неделе я говорил о двух рынках. Это валютный рынок и криптовалютный рынок. То есть, ну давайте начнем с криптовалютного рынка. Где-то две недели назад я был шартистом по биткоину. То есть, говорил, он локально себя отпадал. Но на прошлой неделе я перевернулся в лонг по биткоину и по всем криптовалютам, которые есть у Амаркетса. Я еще такую отметку дал, что все валюты, которые есть в Амаркетсе, возможно, покупать, они будут скорее расти. Эфир, лоткоин и так далее. То есть, биткоин, кеш. Я активно очень... Точнее, мы активно с командой работали на покупке криптовалют. Это основных. Плюс монет, которые торгуются на Binance. То есть, они очень хорошо подросли. То есть, что биткоин, в принципе, не сильно, но очень хорошо. В прошлый раз я упомянул, это эфир. Я ждал его хорошо вверх на 3.750, точнее. Он еще выше подрос. В принципе, сделали все цели лоткоин аналогично. То есть, вот видно, тоже показал очень хороший рост. Вот мы торговались как раз на прошлой неделе в этом диапазоне. То есть, говорил, что все смотрится на пробой. Много было сделок, которые мы торговали на пробой ключевых уровней. То есть, биткоин, кеш аналогично. Ну, все криптовалюты, которые есть в O-Markets, они неплохо отросли. Некоторые еще тормозят пока, такие как Cripple. Есть еще вариант, будем пробивать вот эти хайи локальные. Там 1.32 с копеечками. То есть, это все пока смотрится на покупку. То есть, пока в рост и неплохо, неплохо выросло. Кто покупал? То есть, мы с клиентами на этой неделе, ну, практически все инструменты покупали. Дальше. Пока сохраняю идеи на лонг по криптовалютам. Если будут какие-то варианты рисоваться шартов, то есть, по биткоину, если зайдем обратно ниже 50 тысяч, то там будем уже дальше обсуждать вариант шарта. Пока рост. Но точек входа здесь пока я не вижу, так как мы уже с накопления вышли. Как-то вот так. Дальше. По валютному рынку. Что я советовал в прошлый раз торговать? Это индекс доллара шартить. Да, то есть, мы торговались на отметочке примерно 92.70. То есть, говорил, отсюда возможно шартить. Это прошлая среда. Если подрастем немножко в район 93, тоже шартить. Со стоплосом общим за 93, там с копейками. В принципе, мы неплохо отпадали. Практически три дня со среды, среда четырех пятницы, мы три дня снижались. На текущий момент, пока я вне рынка нахожусь, советую выходить с данного инструмента, с шарта. Так как здесь вариант 50 на 50, как вверх, так и вниз. Нету новых накоплений. В прошлый раз было вот здесь накопление, вот здесь неплохо отработали. Практически мы сделали цель по индексу доллара. Ну, мы сделали 92, то есть, назывались цели там 91.8. Ну, в принципе, круглая цифра сделана. И сейчас такой нюанс по индексу доллара и по евро-доллару, они очень одинаковы. Буду за ними наблюдать, потому что есть одна идея на рост доллара по этим активам. Но конкретно индекс доллара и евро-доллара я пока наблюдаю. То есть это очень рискованно. Мы можем дальше провалиться вниз по индексу доллара, поэтому их пока не трогаю. Но рискованно. Вот есть такие мысли по данным активам. Потому что мы на прошлой неделе было у нас там по валютному рынку было два стопа. С ребятами торговали. Ну, такие сделки были ни о чем. И торговали доллар-франк и доллар-иену в шорт. И сейчас у нас появилась такая идея, что вот эти активы доллар-франк и доллар-иена, они будут очень сильно расти. Поэтому, хотя мы были там до пятницы за шорты, они, в принципе, интродэй отработались. Мы ожидали их пониже. И сейчас, в понедельник, скажем, идея меняется. Поэтому предлагаю рискованно, еще нет закрытия дневки, только утро, рассмотреть покупку доллар-франка секущих. То есть у нас секущая цена 0.91.60 со стоп-лоссом за пятничный минимум. То есть это 91.10, то есть 50 пунктов примерно. Можно покороче стоп, но лучше сюда. И как альтернатива еще по данному активу выставить этот селл-стоп на пробой вот этого уровня. То есть работаем покупки. И альтернатива, если мы все-таки проваливаем вот этот уровень 0.91.00 со стоп-лоссом 91.25 условно, 25 пунктов, то работать на пробой и здесь, возможно, сильно провалится. Потому что я в прошлый раз говорил о таких идеях, как сильном росте евро-доллара возможным. Он, в принципе, может улететь туда на 1.25. И как-то вот так. Ну, пока наблюдаем, то есть будут какие-то более точные точки входа. Буду сообщать своим там ребятам, подписчикам, плюс на маркетс, то есть в обзорах будем говорить дальше. Что еще было? То есть пока останавливаемся на покупке доллар-франка. То есть одна идея будет на сегодня. Еще в прошлый раз была идея на пробой уровня поддержки по доллар-канадцу. То есть я ставил лимитку селл-стоп 1.25 примерно, не помню точно ли 60, где-то там плюс-минус ставил. Мы ее пробили, поэтому в среду общались, в среду не смогли пробить и в четверг пробили. И в принципе мы так неплохо прокатились, ну там пунктов 70. То есть то же самое. Сейчас с этой сделки можно выходить. Она в принципе отработала себя частично. А дальше уже как будет, если мы снова зайдем в высший уровень, то там уже можно будет говорить о лангах каких-то. Наконец-то мы с ребятами купили золото. То есть ранее я был, скажем, ну не то что шортистом по золоту. Я ожидал какую-то более глубокую коррекцию, чтобы закупиться там по более хорошим ценам. Но вот еще там позапрошлой неделе где-то здесь шортили. То есть я на битве тоже давал шорт. Но локально мы здесь по 100 пунктов неплохо падали, там несколько раз. И только я со своими учениками, они были лангисты по золоту. И я такой, ну ладно, все. Здесь уже красиво там до пятницы, до нонфарма сформировали, закрылись в четверг, закрылись выше уровня. То есть 1807. Это и зеркальный уровень, и откатный уровень. То есть здесь хорошее накопление 4 дня. В импульсе вот этом, да, шестая модель, очень хорошая. И мы прокатились по золоту. И самое главное, что я еще, хоть я серебро не активно торгую, писал им о покупке серебра. Оно еще более красиво. Смотрите, вот. То же самое. Оно практически одинаковое. То есть импульс, накопление, шестая модель. Плюс здесь трендовое красиво. То есть тоже такой выстрел на копеек получается там 80. Мы прострелили наверх. То есть я писал им в четверг вечером, что здесь покупочки. Даже больше там, почти 100 копеек по данному инструменту. На данный момент пока не рынка. Посмотрим, как сегодня закроемся. Потому что я же говорю, появились такие идеи на рост доллара. По некоторым активам, по некоторым еще жду. Потому что очень рискованно. Возможно, золото будет с ними ходить. Посмотрим, что и как мы дальше закроемся. Вот в таком ключе. Спасибо. Спасибо, Виталий. Ну что ж, следим теперь за рынками. Напоминаю, что на этой неделе будет свидание Европейского центрального банка. В четверг, в среду мы о нем поговорим. В частности, через перспективу пары евро-доллар. Ну и по-прежнему, конечно же, друзья, основная идея на рынке – это когда же что-то изменится в политике американского регулятора. Потому что после этого вообще начнут накидывать потенциальные решения на действия других центральных банков. Потому что ФРС – это законодатель макроэкономических мод, как говорят. Как поступает ФРС, так на него поглядывают и делают то же самое. Ну и хорошо, что мы все-таки сейчас больше уже замыкаемся на реальных каких-то фундаментальных трендовых событиях. Таких, как политика центрального банка. И все меньше говорим о ковиде, хотя эту тему еще не... Осень, ждем осени. Да, вот говорят, что осень будет снова еще одна вспышка, потому что люди будут больше времени проводить в помещениях. Это, соответственно, риск выше подхватить что-то. Ага, а сейчас, когда был летом этот чемпионат мира по футболу в Британии, вот на них, кстати, у них же было очень жесткое по поводу этих ограничений. И прямо когда был полуфинал и финал, да, а он проходил в Британии, то есть в Лондоне. И прямо сняли ограничения, там на финале вообще он полностью забитый был. То же самое сейчас у нас тоже был футбол на днях. Украина-Франция играла в футбол, тоже стадион там забит на процентов, я не знаю, 70. То есть ребята ходили. То есть тоже было празднование независимости, тоже на стадионе был концерт. Я не знаю, под 100 тысяч, то есть было забито. А сейчас там осенью будут продвигать какие-то ограничения, чтобы проколоть всех. Да, ну в общем посмотрим, да, времена неинтересные, необычные. И это все провоцирует волатильность, которая, наверное, если опустить все-таки вот эту ковидную тему, волатильность – это хорошо для каждого трейда. Виталий, спасибо тебе большое за твою точку зрения. Ну что, следующий эфир в среду, увидимся и снова все обсудим. Хорошей тенью неделю. Пока. Пока.